МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Борис Стенцов и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! У нас дождливый понедельник. Я знаю, что много городов сейчас тоже покрыты дождем. Торопимся кто-то на работу. А у кого-то есть возможность сегодня посмотреть «Контакт по понедельникам». И это всегда прекрасно, потому что в нашей передаче в начале недели мы знакомимся с интересными людьми, мы знакомимся с интересными судьбами, мы узнаем о том, как в этой жизни найти себя, как в этой жизни можно найти такие вещи, которые очень важны и помогают жить. Но в любом случае, каждый понедельник для нас – это открытие, и понедельник для нас – это начало. Понедельник – это начало недели. Для многих это начало каких-то проектов и начало каких-то очень важных дел. Поэтому я уверен, наш понедельник и наша передача всегда создаст такое настроение, которое всю неделю у вас будет для этого заряд, чтобы выполнить все, что вы намечали. Все. Все. Еще раз – все. Я хочу сказать, что и сегодня у нас не исключение, у нас прекрасные гости, но они замечательны еще тем, что они все из одной семьи, и все они объединены одним делом. делом, который называется, ну, жизнь, что ли. Впрочем, мы все объединены этим делом. У нас четыре гостя. Вот вы увидите троих, а у нас четыре, в общем-то, гостя. Потому что у нас в гостях мама, ее мама и ее дочь. Или, скажем так, бабушка, мама и внучка. А еще у нас есть книга одного из наших гостей. Итак, я хочу вас представить наших гостей. Пожалуйста, наши гости – это София Рома. Здравствуйте. Драматург, режиссер, поэт. Ты могла бы еще перечислить? Так, драматург, режиссер, поэт. Ну, это такое серьезное. Это для понедельника. А вот теперь для жизни. Мама, друг. Так, еще? Ну, еще. Дочка, она забыла. Кто? Дочь. А вот мама, как и дочка. Дочка, да. Прекрасно. Дальше. Дальше у нас идет Мишел. Мишел, скажи, пожалуйста, Мишел, это твоя мама? Правильно. Мишел у нас сегодня еще пока не совсем выспалась, но ничего. Я надеюсь, что к концу передачи она уже будет бодра. И, а где твоя бабушка? Мишел, ты знаешь бабушку? Ты ее держишь за руку на всякий случай. Кто его знает? Может быть, кто-то что-то. В любом случае, скажите, пожалуйста, Рената, как вы себя чувствуете вот сейчас бабушкой, мамой или менеджером? Я расскажу нашим зрителям, почему я это слово применил менеджер. Мама, менеджер. Может быть, мама, менеджер? Вы чувствуете себя кем? Бабушкой, мамой или менеджером? В трех ипостасях. И мамой, и бабушкой, и менеджером. И вы, вот, вы когда временами соединяетесь и становитесь одним человеком, а временами вы разные? Приходится. То есть, в трех лицах? Приходится, да. В трех лицах. В трех лицах. Дело в том, что четвертый гость нашей передачи сегодня это книга. Книга, которую я вам показываю, которая называется Бог и благо. God and my good. Я правильно говорю? Very good. Дело в том, что эта книга на двух языках. С одной стороны, она на английском, с другой стороны, она на русском. Это поэзия. Это поэзия... Как вы думаете, чья это поэзия? Кто написал эти стихи? Вот из троих, которые присутствуют в нашей студии. Покажите еще раз, пожалуйста, нам троих наших гостей. Кто написал эту книгу? Мишел, кто написал эту книгу? Ты написала эту книгу? Нет, не ты написала. Ну, тогда, может быть, Рената Лупич написала? Да нет, я уже думаю. Тоже нет. Остается только София Рома. София, это ваша книга? Да, моя. Я специально сказал, что это четвертый наш гость. Потому что, когда я прочитал эти стихи, я понял, что ту Софию, которую я приглашаю в студию, и та София, которая здесь в книге, это тоже раздвоенные разные люди. И поэтому я буду иногда разговаривать с моим гостем. Договорились? Ладно. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте вы приехали в Америку? Мне было 6 лет. Сколько лет сегодня вашей дочери? 6 лет. Ну, это тот самый возраст, в котором вы приехали? Да. Вы так себя ощущаете, как сейчас Миша? Нет, нет. Ну, я думаю, что мне было гораздо тяжелее. Тяжелее? То есть ей вы считаете легче? Я думаю, да. Потому что просто она родилась в Нью-Йорке. Я родилась в Москве. У нас была эмиграция с моей мамой. И пройти через эмиграцию, вы знаете, это не через поле перейти. Ну, как сказать, поле тоже бывает разное. Скажите, пожалуйста, Рената, а вот вы сейчас видите свою внучку, ей 6 лет. София, может быть, не совсем объективно, она не помнит своего возраста 6 лет. А вот вы-то хорошо помните, когда вы приехали в Америку, и сейчас вы видите свою внучку. Они похожи? Нет, совершенно нет. Совершенно разные? Совершенно разные. Несмотря на то, что у них одинаковый возраст? У них только аллергия. Общая. Общая аллергия. Это от вас, наверное, она у нас. Нет, нет. А у вас нет аллергии, ни на что? Ни на что. А вы любите поэзию? Я люблю поэзию. Вообще поэзию? Пока мы не говорим о сборнике нашей. Я люблю поэзию, но не настолько, чтобы я, например, это не самый любимый вид творчества для меня. Не самое любимое времяпровождение? Да, но моя дочь, видите, это, так сказать, по заказу не делается. А ее поэзию вы любите? Ее поэзию я читаю с трудом, потому что она очень берет за душу, очень глубоко копает, мне кажется. И всегда это как крик души, мне очень больно читать ее поэзию. Поэтому я читаю первый раз, до того, как дается она в печать, и потом, когда в печати, и все. И не возвращаюсь. И не возвращаюсь. Я хочу вот прочитать такое стихотворение. Нет, ну, все стихи я считать не буду, потому что это интересно и это очень сложно. Вот я нашел страницу, и я нашел эту. А между тем, откуда-то оттуда к нам прошлое врывается, как цирк. Прекрасно. Слепя прожекторами, мама вздрогнул, узнала песню. Робсон, где поет он? И тут есть буквально, которому... Ну, окей, я не буду все читать, иначе я увлекусь. Вы чувствуете себя в этих стихах? Я чувствую себя... Не в этом конкретно, а вообще. Всю нашу жизнь я чувствую в этих стихах. Поэтому вам тяжело читать? Да. Она как-то иначе смотрит на все, что происходит со своей колокольни. Но все очень правдиво, и все очень трогательно, и все очень больно. Но это все наша жизнь. Наша жизнь в стихах. София, скажи, пожалуйста, ты писала на английском или на русском? На английском, да. Тебе ближе на английском думать и чувствовать? Да, да, да. Я думаю, да. Потому что это мой язык. Но ты, в общем-то, мне кажется, очень неплохо говоришь по-русски. А это обманчиво. Знаете, я должна просто искать, искать слова, чтобы как-то не выглянуть глупо. На русском тебе сказали? Да, да. А на английском они сами? Они сами выливаются, они приходят. Для меня это богатый язык. Я очень люблю его, понимаешь, Шекспира без этих, знаете, аннотаций. А я... Это была моя первая профессия, это английский язык. Я изучала его просто от и до. Поэтому для меня английский это все. Думаю я на английском языке, а потом уже мысленный перевод происходит. Вот. Но все-таки ты, когда вот пишешь стихотворение, ты где-то ассоциативно видишь это на русском языке? Иногда бывает. Потому что вот перевод зачастую здесь, он не совсем как бы с английского. Да, правильно. Тут есть много таких каких-то чисто настроенческих моментов. Да, да. И я... Мне интересно было, ты как поэтесса, знающая, и тот или другой язык, тебя это устраивало, да? Это все нормально? Нет, не совсем. Мы ругались с переводчиком. Знаете, но он хороший. Но он победил. Он победил, да. Он победил. Хорошо. Поэзия это одна из твоих частей, и язык это твое. Мишель, скажи, пожалуйста, ты английский язык знаешь? А какой ты больше любишь? Русский или английский? Английский. На английском языке тебе лучше получается? А русский язык это ты разговариваешь дома только, да? Или у тебя есть подружки? У тебя есть подружки на русском языке? Только на английском. И в школе только на английском. А тогда мне скажи, пожалуйста, вот английский язык, ты что-нибудь знаешь из маминых стихотворений на английском языке? Умеешь какое-нибудь стихотворение? Нет. Я не слышу тебя. И зрители тебя не слышат. Нет. Не знаешь маминых стихотворений. А вообще стихотворения ты любишь на английском языке? Но ты знаешь какое-нибудь стихотворение? Мама, она знает какое-нибудь стихотворение на английском языке? Да, она знает, знает. Она скрывает. Скрывает. Она тайная. Давай определимся. Тебе приятнее на ты или на вы? Нет, только на ты. Потому что я знаю, ты выросла в американской среде. Да, у нас нету вы, это уже так. Ваше величество. Французский. Это уже вы, ком вы, вы, серьезно. Скажи, пожалуйста, и так английский, и так поэзия, но в общем-то в титрах написано драматург, режиссер. И книга эта тоже интересно очень издана. Она издана, уважаемые телезрители, она издана в Москве. Она издана в литературном институте имени Горького. Ты училась в литературном институте? Да, я там прошла через аспирантуру. Прошла через? Да, прошла как какое-то наказание. Но было тяжело, понимаете, потому что там аспирантура была для иностранцев, потому что все-таки у меня русский не самый хороший. Секундочку, ты просто интригуешь. Да. Как ты попадаешь в литературный институт имени Горького, живя в Нью-Йорке, в общем-то чуть ли не родився, родившись в Нью-Йорке, и когда английский язык твой родной язык. Как ты попадаешь в литературный институт имени Горького? Вы знаете, я написала сценарий для маленького фильма, такой «Бедная Лиза», Слава Цукерман сняла, режиссер. У нас есть маленький отрывок, мы с вами посмотрим. Да, да. Вот я, когда была в Москве на Московском международном, 21-м международный фестиваль кино, мы там показывали этот фильм. И потом там был один ректор института литературного Горького, Сергей Николаевич Есин. И он пригласил меня на фестиваль литературы в кино в Гатчино, в Петербурге. И мой фильм выиграл первый приз «Гранатовый браслет» за сценарий. И он меня пригласил, он сказал, раз ты так любишь русскую литературу, Николая Кромезина, которую почти никто не знает в Америке, пожалуйста, приходи к нам, я буду только рад, если ты будешь учиться у нас. И все, вот так вот и получилось. И ты стала студенткой, то есть аспиранткой. Да, аспиранткой. Ты закончила его? И закончила. PHD это называется, да? Да, да. PHD, литературный фестиваль, прекрасно, уехал в 6 лет из Москвы. В общем-то, ты талантлива? Я надеюсь. Тут еще есть такой и режиссер тоже. Поэтому давай мы посмотрим какой-то отрывок. Хорошо. Вот как раз ты сказала, бедная Лиза, и мы ее и посмотрим, бедную. Пожалуйста, покажите нам, Наташа, первый. Был рожден простым крестьянином, пастухом. Если бы он теперь мимо меня гнал свое стадо. Ах, я поклонилась бы ему с улыбкой. Здравствуй, любезный пастушок. Куда ты гонишь свое стадо? Здесь растет зеленая трава для твоих овец. И здесь олеят цветы, из которых можно сплести венок для твоей шляпы. Ах, это только сон. И мечта ее отчасти исполнилась. Скажи, пожалуйста, этот фильм на английском языке? Да, он на английском языке. Это дублированный. Лупт называется. Это дублированный для русского экрана, для русского киностебря. А как долго этот фильм идет? Час 45 минут. Он полноценный. С огненными щеками. Это твоя драматургическая работа или постановочная работа? Драматургическая. Я написала сценарий. Только сценарий. Да. Понятно. А почему? Почему карантин пришел? Узглянула из вида Розки. Ну, знаете, мне было 18 лет, когда я прочитала вот этот короткий рассказ. 10 страниц в институте. Мой первый год в Нью-Йоркском институте кино. Он поцеловал. И я просто очень так думала этот рассказ именно про бедную несчастную Лизу, юную девушку, которая попала в капкан такого молодого аристократа Эраста. Я не смею верить в шанс. В то время я тоже была как-то влюблена в одного одного человека, по-моему, такой же, как и Розкин. Чистым, открытым сердцем. Я не знаю, если он был аристократ, но видение было примерно такое же. Капкан был? Да, вот. Понятно. Это очень интересно, потому что я буду возвращаться все время к нашему четвертому гостю, к нашей книге. Дело в том, что в своей поэзии ты много говоришь о любви. Да. И у тебя есть и начало, у тебя есть и развязки, у тебя есть какие-то повороты. Вот мне очень понравилось, например, тоже я буду как бы разговаривать с нашим гостем, с нашим гостем. Десятая страница. Вот, например, я правильно говорю? Нет, наверное, я ошибся. О, но. Окей. А, сто, первое. Я прошу прощения. Дело в том, что вот с этой книги, когда я читал эту книгу, читал эти стихотворения, вот, например, такое стихотворение. Лишь поцелуем с мороза пробудило миллионы веснушек его. Мне показалось, это очень образно. Да. Это сама придумала? Да. Точно? Точно. И оттаяли, и запылали, и расцвели так нежно они, словно перед оркестром его взмахнула я палочкой дирижерской. Это вот как бы начало любви. Это какой возраст? Ну, я думаю, наверное, девятнадцать лет. Ты часто влюбляешься? Ну, ты поэтесса. Да, я часто, ну, наверное, каждую секунду. Это потому, что ты поэтесса, или это просто твоя натура? Мамы. Или от мамы? Вот как, нет, от мамы не перешло вот цветение, только облюбленность? Тоже нет, она совсем, совсем не перешла. Менеджер вашей дочери. Официальный менеджер и неофициальный. Вот я хочу понять, мама может быть менеджером дочери? Может, она отстраненная и объективно быть ее руководителем жизни? И что такое менеджер-мама? Когда-то моя дочь принесла книгу, я не помню, кто авто, где было написано, что менеджером может быть только мама. Только мама. С точки зрения не обманет, не подведет. Ну, и много таких меркантильных мелочей. Что касается, может ли быть объективной, наверное, нет. Скорее всего, нет. Не могу быть объективной. Только что дочь говорит, любит влюбляться, умеет влюбляться, влюбляется каждую минуту влюбляться. Что меня ужасно раздражает. Что меня ужасно раздражает. Но я пытаюсь, так сказать, сдерживаться. Ставить свои места. Да, пытаюсь. Иногда получается, иногда не получается. То есть она не всегда вас слушает? Она почти никогда не слушает. А как менеджер, который организовывает какие-то лекции, концерты? Она будет вынуждена, поскольку у нас контракт. У вас контракт пожизненный? Пожизненный. Пожизненный. Ты так сказала, это так, пожизненный. Что мне кажется, сразу хватает за стюки. И тут есть тоже на эту тему. Но мы не будем. Скажи, пожалуйста. Итак, мы просто пытаемся понять, кто такая, чем Рома, и чем она занимается. Свободная от чего? От поэзии, свободная от драматургии, свободная от режиссуры, свободная от чего? Что для тебя от вдохновения, и что для тебя работа? Ну, мне повезло. Моя работа есть поэзия, есть драматургия, есть кино, театр. Я, ну, а так я не отдыхаю. То есть у меня нет момента, где я бы расслабилась. Если я чувствую, что я в каком-то состоянии, где я сижу на диване, в каком-то расслабленном состоянии, мне ужасно грустно. Еще более грустно, чем когда я работаю, это значит, там, творчеством занимаюсь, пишу поэзию. Я думаю, что мне надо постоянно работать. И работа – это и есть, как бы, мой долг и мое развлечение. Миша, скажи, пожалуйста, ты с мамой ходишь в театр? Да или нет? Я не слышу. Ходит. Ходит в театр. Просто мама сейчас говорит, что она иногда скучает. А когда маме скучно, ты можешь ее развеселить? Угу. Я не слышу. Я не слышу слова. Можешь. А как ты умеешь развеселить маму? Ну, например, что ты ей говоришь в это время? Что ты ее любишь? Или что ты, что у мамы, я не знаю, там, одна рука левая, другая правая. Что ты маме говоришь? Я не слышу. Я люблю. Что ты ее любишь? И это веселит маму? Она после этого смеется? Скажи, пожалуйста, София, а вот правда, наоборот, у тебя хватает время? Ну, хватает, но я бы хотела, конечно, больше проводить с ней время. Но мы с ней, вот действительно, театр мы видели с ней, Lion King, мы были с ней, Мэри Паппинс, она меня спрашивала, откуда Мэри летает и как она летает. Но она приходит ко мне на работу, то есть она приходит в театр, где я работаю. Она очень любит смотреть, как я, у меня разборки с актерами происходят, вот. А как я дома, вот, тихая, спокойная, а там я могу повысить голос, и, вот. А мы сейчас спросим, Миша, мама твоя строгая? Тогда или нет? Скажи, что мы все зрители слышали? Ты на маму не смотри, мама на дочь тоже, а то она не знает, что говорить. Миша, мама строгая или нет? Ты не знаешь? Она актеров ругает? Не ругает? Ты боишься сказать? Да. Рената, скажите, строго ваша дочь? В жизни она очень, очень мягкий человек, чересчур мягкий. Но как она может совершать постановки в театре? А в театре она совершенно другой человек, я не знаю, как происходит метаморфоз, для меня до сих пор это не ясно. В жизни она просто, я считаю, размазня. А в театре она жестко до, мне иногда кажется, чересчур. Недавно я наблюдала, как она работает с театром Маяковского, с актерами из театра Маяковского. В Московском театре. Да, там, если вы, знаете, вы помните, был Гончаров, который иногда занимался рукоприкладством. И все режиссеры оттуда именно такие. И я отвечала, что единственное, что ты не делаешь, что только не дерешься. Ну ты, по-моему, переплюнула Гончарова, так ты кричишь и так ты строга. Скажи, пожалуйста, София, ты считаешь, что только таким образом можно с актерами управляться? Или это просто уже твоя манера, которую ты у Гончарова взяла? Нет, нет, я бы никогда не взяла. Я тихая. Просто, знаете, иногда, когда распускаешь актеров, они же как дети. Их надо как-то дать им какую-то определенную точку, откуда они могут работать. От и до, и не больше. Да, а то они просто, знаете, там будет хаос, и я не смогу их всех потом собрать. Поэтому я там строгая. Но я редко повышаю голос, только когда надо. Но когда я повышаю, могу разбить стол. Могу. Я стараюсь это не делать. То есть актеры тебя воспринимают как строгого человека? Да. Вот как мама говорит, я не буду повторять. Да, ну, размазняно, скажем. Да, я помню. Да, ну, просто надо быть где-то дома. Это мое место быть тихо и спокойно. А там надо вот власти употребить. Понятно. У нас есть еще отрывок, еще одна следующего фильма. Это, расскажи, пожалуйста. Ну, это застрелите их в кукурузном поле. Нет, нет. Второй. А, второй. Нет, это не он. Нет, второй, мне кажется, другой. Другой, другой. А, Прага. Прага, да. Первая Прага, да. Это «Защита прави». Это был спектакль, шел в 99-м году в Ламаме. Вот, Ламама экспериментальный театр. Это была твоя постановка? Это была моя постановка, да. Я вместе поставила с одним очень знаменитым писателем Лезли Ли, который выиграл Оби и Тони nomination в Нью-Йорке. Вот, вместе мы поставили это. Но это моя пьеса. Хорошо, твоя пьеса, твоя постановка, все твое. Пожалуйста, покажите нам следующий отрывок из, как он называется? «Защита прави». Ты можешь прокомментировать, что да? Да, это вот… Это как бы время освобождения Праги какое? Какие годы? Поскольку мы знаем Прагу 40-х годов, Прагу… Нет, это сейчас войдут войска, это 68-й год. Да, но здесь чуть-чуть мистическое… Тут вот этот, который вводит автобус, примерно, он голум, это из длины человек создан, по легенде голума. Рабайло создал некое такое существо голум из туканта, а он здесь, у него разум появился. Вот, и мистическое такое, ты надо… Ты любишь мистическое? Очень, да. Это тебе кажется, они дают больше возможностей для выражения каких-то мыслей, глубины? Я думаю, что просто это привлекательные легенды, мистика, фольклор, мне кажется. Вот я иногда смотрю фильмы, например, и там столько наворочено каких-то нереальных вещей, что я начинаю задумываться, а для чего такие нереальности? Нет, здесь была точная идея, то есть цыгане в то время, они украли у голума то, что принадлежало еврейскому народу, шем, который он внедрил в его, как душа божия. А в это время просто пришли цыгане и украли это, а потом зашли войска в Прагу, а голум правит бал, как мастер церемонии. Поэтому это не совсем… Это большой спектакль? Большой спектакль, да. Он, где он шел? Где его могли видеть? Он шел месяц в экспериментальном театре в Ламаме, вот этот наш знаменитый экспериментальный театр на 4-й улице Бауэрэй, а там я работала 10 лет. Надо сказать, в Нью-Йорке, потому что нас смотрят по всей стране. Нью-Йорке, в Нью-Йорке. Понятно. Хорошо, значит, итак, ты сама ставишь спектакли, это мы уже разобрались, ты любишь мистику, ты любишь поэзию. Да. Как часто ты пишешь? Потому что здесь есть большие перерывы, 2000-й, 2004-й, это просто так отобрано стихотворение или это так ты возвращаешься в поэзию? Я просто выбираю то, что мне нравится, мне многие поэмы просто много, моя поэзия не нравится, и поэтому я решила не выбирать ее, поэтому там пробелы такие. Ну, то есть я пишу часто, но то, что нравится, и то, что действительно можно показать миру, а то, что это мое творчество или мой ребенок, это вот не всегда попадает. То есть или мне нравится, или не нравится. Я очень так строго к себе отношусь. Вот вы втроем вот сейчас в студии, ну, это, в общем-то, как бы общеизвестно, это три поколения, три женщины, это все очень красиво. Скажите, пожалуйста, вот сама жизнь вашей дочери и вот сейчас, ну, наблюдая, вам нравится, вот, как они растут, вот, как женщины, как люди, которых все еще впереди? Ну, вообще я их люблю. Ну, да, это я понимаю. Да, так что мне в основном никогда не нравится то, что я очень... То есть вы критически? Очень критически, поскольку люблю их очень, то мне кажется, что можно было бы сделать не так. Я думаю, что любой матери так не... Можно было бы сделать лучше, лучше выбор, лучше жизнь себе устроить и так далее. Но мне нравится, как она живет, потому что мне нравится, что она делает то, что она любит делать. Это самое главное. Я знаю, что моя дочь не могла бы быть секретаршей, моя дочь не могла бы быть адвокатом, не могла быть врачом. Она родилась с каким-то совершенно другим иммагинейшем, с другими, так сказать, восприятиями мира. И поэтому то, что она делает и то, что у нее получается, вот в этом плане я очень-очень довольна. Кто вы по специальности? Я по специальности... Я микробиолог по специальности. Микробиолог, да. А здесь я закончила лоску. Вот поэтому вы стали менеджером или потому что дочь требовала, чтобы дочерью надо управлять все-таки... А, потому что требовали обстоятельства, а не потому, что у меня такое образование. А почему вы решили поменять специальность, приехали сюда? Я поняла, что я не люблю свою специальность. Только здесь поняли? Или там еще? Я еще там поняла, что это был неправильный выбор. Но в России, как вы помните, не очень-то можно было изменить специальность и поступить в другой вуз в то время. Поэтому не было никакой возможности. Но сидеть целый день с микроскопом у меня показалось уже совсем неинтересным. Поэтому я поменяла специальность. А почему лоу? Ну, потому что я без воображения, как моя дочь, но очень строго логически умею мыслить. Поэтому, скорее всего, мне это ближе. Хорошо. Уважаемые телезрители, мы продолжим нашу передачу и наш разговор с нашими сегодня очень интересными гостями. А сейчас мы посмотрим с вами рекламу. Коррекция Манзари на распродаже в Детройте и Стэмфорде. Эксклюзивные дубленки, шубы новых дизайнов, разнообразные кожаные изделия для мужчин и женщин. И все со скидкой от 50 до 70%. Распродажа в Детройте в районе Уэст-Блумфилд пройдет со 2 по 4 мая в малом зале ресторана «Де Фиддлер». А в Стэмфорде 3 и 4 мая в отеле «Испа Мариотт». Записывайте адреса на экране и не пропустите распродажу Манзари в Уэст-Блумфилд и Стэмфорде. Здравствуйте, я доктор Строгова. В нашем офисе мы лечим все болезни ног. У нас есть физиотерапия. Мы измеряем кръвообращение в ногах. Все деформации, врозчие ногти, толстие ногти, мазали. Они могут быть очень опасны у людей, больных с сахарным диабетом. Если у вас есть проблем в ногах, пятки, больния, артрит, деформации, пожалуйста, приезжайте в наш офис. Маэстро Владимир Спиваков и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» приглашают вас на концерты, посвященные 30-летию коллектива. «Виртуозы Москвы» — это отточенное мастерство, изящество, индивидуальность, мировое признание и любовь публики. Вас ждут самые престижные залы, интересная программа и блистательные бесы. Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы» Я сын папаши Карла Буратино Вам расскажу о тех, кого люблю Про Кагановских Лазаря с Элиной Я к ним иду всегда, когда скриплю К ним с медикером бегает тортила И с медикейдом ходит дуримар Их плаза пол Нью-Йорка излечила Бегут к ним все, кто молод и кто стар Ocean Medical Plaza представляет терапевта высшей категории Аллу Серую В кратчайший срок она поставит правильный диагноз, используя свой опыт профессиональной работы в ведущих клиниках Москвы и Нью-Йорка Применяя самые совершенные компьютеризированные методы современной диагностики Обладая уникальными знаниями альтернативной медицины Доктор Серая уделяет особое внимание женщинам в климактерическом возрасте Чуткое, доброе отношение к каждому пациенту — отличительные качества доктора Аллы Серой Ocean Medical Plaza — золотой ключик к вашему здоровью С вами Борис Стенцер и мы продолжаем нашу передачу «Контакт по понедельникам» У нас сегодня прекрасные гости, интересные во многих отношениях Ну, во-первых, у нас есть возможность услышать мнение мамы о дочери и дочери о маме У нас есть внучка, которая все никак пока еще не чувствует себя хозяйкой в студии Она еще пока смущается, поэтому я не так часто к ней обращаюсь Но вот в перерыве сейчас, когда была реклама, мы с ней нормально беседуем У нас есть с вами и сборник стихов, который написала одна из гостей София Рома Итак, у нас в гостях семья — три женщины и одна семья София Рома — драматург, режиссер, это я перечисляю то, что написано Рената Лукач — мама, но я уже не буду перечислять, юрист, микробиолог и так далее И Мишел — дочь, внучка Мишел, ты ее дочка или внучка? Не понял Я не понимаю И внучка, и дочка Рассказывайте, она дочка или она внучка? Она и дочка, и внучка, и правнучка Расскажи Уважаемые телезрители, сейчас мы, как всегда, покажем вам на экране номер телефона По которому вы можете звонить, задавать вопросы и участвовать тоже в передаче Наверняка, наверняка у вас тоже в семье есть и мамы, и дочки, и внучки, и бабушки И поэтому было бы интересно вот как бы ваши отношения со своими младшими поколениями или старшими поколениями Как вы с ними находите общий контакт И являются ли ваши родители вашими менеджерами или наоборот ваши дети вашими подопечными Пожалуйста, телефон на экране, звоните и участвуйте в разговоре А мы продолжаем нашу беседу И для того, чтобы как бы создать настроение Я сейчас прочитаю следующий этап твоей любви О которой ты вбегаешься каждую минуту, ты говорила, да? Поэтому мы прочитаем следующее стихотворение 127-я страница Но я хочу сказать, что меня она немножко задела Почему? Стихотворение называется «Мужчина наших дней» Ну, я так начал читать с большим интересом Вот написано И, в общем-то, неплохо написано «Мужчина мой рожден землей Ее величием и паром Времен последних, громом сердце Его создатель наделил и злобою Когда он в буйстве И еще кровать его полна гвоздей и пявок злых А зеркала разбиты в дребезги ветрами Что предваряли эту драму Забрызгав кровью лики его» Такой довольно выразительный образ настоящего современного мужчины Скажи, пожалуйста, а у тебя есть идеал мужчины? Вот мне всегда интересно Вот поэтесса Она всегда рисует, наверное, идеалы Она живет в мире идеала Идеал мужчина, идеал женщина Идеал мама, идеал дочка У тебя есть идеал мужчины? Да, я бы хотела найти такого мужчины, как Элберт Эйнштейн Чтоб он выглядел как Элберт Эйнштейн В молодости или в старости? Нет, в старости В старости Но двигался как Элвис Пресл Знаете, как Элвис Пресл Да, да И так же пел? Да, для меня он был идеал Это идеал, да Ну и как? Удается? Нет Пока? Нет Но в то же время вокруг тебя Тебя окружает много актеров Тебя окружают творческие люди Все они как бы интересны Но вот из твоих слов я понял Что актеры, они как дети Да, у меня есть закон никогда не влюбляться в актеров Да Это потому что как на работе не влюбляться? Нет, это не влюбляться с актером Да, вот в актера нельзя влюбиться А почему? Нельзя понять, когда он искренен, когда он играет? Да, нельзя абсолютно Я думаю, он играет постоянно Просто когда он на сцене или в кино Он играет чуть-чуть получше А так он играет Знаете, комси комса Да Но может быть он просто в этот момент не понимает, что он играет? Может быть, но вот это и есть опасность в этом Не понимать Да Скажите, Рената, я хочу вас спросить Вот мы все время шутим, говорим о любви Говорим о влюбленности Как вы переносите влюбленности в вашей дочери? Трагически Вы тоже влюбляетесь? Трагически Но вы влюбляетесь или нет? В кого? Вместе с ней, в того, кого она влюбляется Я думаю, что вообще нет такого примера Когда будущей тёще нравится зять Такого случая А вы сразу уже его высчитываете, что это будет зять? Вы знаете, у моей дочери есть такая тенденция Она не встречается, она сразу выходит замуж О, это интересно Поэтому я не могу сказать, что я разделяю То есть, когда она приходит в дом с кем-то, вы знаете Это уже зять Надо уже понимать его как зять Приблизительно И, естественно, критически к этому относятся Да Скажите, какой проект вы сегодня командуете в жизни вашей дочери? Что за проект у вас сегодня? Во-первых, она только закончила один проект Это Марина Цветаева Очень серьёзный и большой проект Который шёл в Москве в Театре Маяковского И шёл здесь Теперь у неё маленький проект Она ставит пьесу Называется «Сладкие слова советов» Ну, «Сладкие советы» И большой проект «Советов» это «Советов жизненных» или «Советов советов советского совета»? «Советов жизненных» Нет, она не так политизирована И большой проект, который уже вот складывается и намечается Это фильм, который они будут ставить совместно с английскими продюсерами По поводу, опять же, Марины Цветаевой То есть вы всё это держите под контролем? Стараюсь Я стараюсь А она вообще не вникает ни во что? Деловая сторона её не касается Потому что она творческая личность Что может наломать каких дров моя дочь не рассказать? Дело в том, что я знаю, что бизнес и семья – это очень плохо совместимые вещи Многие говорят, мои друзья, у которых бизнес в доме, где и она работает в этом же бизнесе Это всегда очень сложно Это между мужем и женой А между мамой и дочкой я не думаю, что это такая же история Это уже не бизнес Вы бы хотели 24 часа находиться с женой Не было бы никакого романса А с дочерью вы согласны? А с дочерью у нас нет романса, у нас есть дочь и мать, другие отношения Скажи, пожалуйста, София, тебе вот сейчас этот кинопроект, эта постановка Что тебе больше нравится, кино или театр? Я очень люблю театр, но это всё-таки моя первая любовь – это кино Просто, знаете, я очень люблю смотреть моё творчество или произведение на экране То есть ты не содрогаешься, когда ты видишь конечный результат? Да, мне иногда бывает не по себе и неудобно Но всё равно это где-то, вот в этом есть что-то приятное Что-то всё-таки осталось? Да Постановка, она ушла и ушла? Постановка ушла, даже если, вот мы всегда снимаем постановки в театре, в архивы они Но это не то же самое, там теряется какой-то момент Потому что театр – это вживую всегда А это между Богом и зрителем А всё-таки в кино это что-то… Искусственное Это да, это… И там есть какая-то магия Я не могу это объяснить Всё-таки вот я очень тянусь Меня притягивает кино, как магнит Просто это очень такое дорогое удовольствие И трудно собрать деньги на кино Если особенно делается независимое кино То есть не принадлежит студию в Голливуде Очень тяжело Тогда объясни нам, пожалуйста, что такое независимое кино? Ну независимое кино – это, вот знаете, был 90-е, когда вот 91-й, 92-й, до 98-го года, наверное Это было вот прямо ренессанс независимого кино Да, ну что это такое независимое? Это просто… То есть ни от кого не зависеть, так не бывает Ты всегда зависишь от инвесторов, продюсеров, эти спонсоры, которые дают деньги Но они обычно не крупные монополии То есть не компании огромные, как United Stages или United Artists или там MGM Да, это просто маленькая независимая компания, которая решила вот именно поставить твой фильм И они не требуют столько много То есть они позволяют, чтобы режиссёр и сценарист, они присутствовали И они имеют и final cut – это последнее слово И как актёры себя должны вести, и выбирать актёров То есть кастинг-процесс, когда выбираешь актёра То есть это более hands-on То есть руки ты можешь прямо держать на то, что происходит, на весь процесс Но всё равно этот фильм принадлежит этой маленькой компании? Или он принадлежит создателю? Смотря какой договор между, но обычно можно поделить То есть это может принадлежить тебе и компании Но обычно какой-то есть договор А когда в студию, тогда уже тяжелее То есть они диктуют всё, там диктатура Понятно Миша, скажи, пожалуйста, ты любишь ходить в кино? А какой фильм ты последний смотрела? Ну ты меня просто сегодня интригуешь Ты не помнишь, какой фильм ты посмотрела последний? Это был детский фильм? Ну хорошо, не последний Какой фильм тебе нравится? Матилда, ты же знаешь, Санька Да У вас такая смущающаяся внучка-дочка Она застенчивая Как это так? Мама режиссёр Бабушка Менеджер Лоер Так не бывает Она очень любит Чарли и Шоколадная фабрика Да И старый, и новый вариант Понятно А вообще Вы когда-нибудь вместе ходите в кино? Часто Втроём? Да, часто Часто, да? Да На какие фильмы? Ну на детские Мы смотрим все детские фильмы, которые выходят Она вообще фанатка кино Она любит все фильмы, которые вышли Но обычно она, к сожалению, любит Страшные Страшные Страшные, да Вот эти хоррор фильмы Просто когда вылезают вампиры, там, кусают всех Что же, ей нравится? Она даже не прячется под стол? Нет, она наоборот не говорит Мам, тебе страшно, а мне нет Пусть будет ещё страшно А какой вот самый страшный такой вампир тебе нравится? Есть какой-то такой вампир, который, ну, самый хороший? Не знаю Понятно Просто интересно, что вы как бы втроём на детский Ну, естественно, что А вдвоём вы куда-нибудь ходите? Да Вдвоём мы ходим София, у неё есть такой абонемент Сынчика, да? Как называется это? Что? Когда мы ходим в старые фильмы смотреть Ну, мы смотрим вот это именно Независимое кино и старое кино Старое кино Голливудское, золотой век То есть мы идём, называется Symphony Space Это на 96-й Амстердам В Нью-Йорке В Маткеттени Вот И там есть Talia Film Center Где показывают фильмы с Гретой Гарбоу И Берри Дэйвис, понимаете? Ну, в общем, старые Очень хорошие фильмы Она очень любит ходить И я люблю Давайте будем иногда Общаться с нашими зрителями Сан-Франциско, Марк Здравствуйте, Марк Здравствуйте Добрый день Добрый Борис Да Я, вы знаете, восхищаюсь И вами тем Что вы находите Такие сюжеты Которые до слёз трогают Но я не нахожу Я не нахожу, Марк Спасибо большое Это жизнь такое Они меня называют Очень трогателен Всем И талантом Вот И Мишели И её мамы И дочери Вот Я просто хочу сказать Спасибо И я оставил в студии свой телефон Ибо В Нью-Йорке 11 мая Будет встреча Вторая 20 киевских одноклассников Если вас заинтересует Позвоните мне Всех вам так Спасибо за вашу передачу Спасибо большое Спасибо вам большое Мишель Нравится зрителям Знаешь, откуда звонят Из Сан-Франциско Это далеко Она знает, где Сан-Франциско Знает, что далеко А где их не знать А ты видишь карту Смотри Ты видишь карту Соединённых Штатов Только не мочи головой Скажи или да Или нет 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 И мама, и бабушка Обрадуясь Внучка сказала нет Хоть что-то Мне кажется, вы её балуете Как вы считаете? Вы балуете её? Вот начнём с мамы Балуем, балуем Очень Как это, в чём это проявляется? Во всём Ну, например Ну, она ест то, что хочет Спать иногда Очень поздно ложиться Ну Я не понимаю А где руководящая роль мамы? Я ещё до бабушки не добрался Нет Нет, ну, бабушка более строгая Чем я Мы подумали Нет, у неё очень строгий отец И поэтому я решила Что я буду с ней А, вот так Вот у тебя такая Ролевая позиция Да, да А бабушка Она балованная? Внучка? Я не думаю Я не думаю То есть Вас вполне устраивает? Вы считаете, что то, что ей Предлагается в жизни То, что она кушает Поздно ложится Это всё нормально? Я думаю, да Это ваше мнение На воспитание детей? Теперь Это очень интересно Это сейчас А раньше А когда Когда София была маленькой Это было неправильно? Это было неправильно Я была молодая И не понимала Скажите Вот говорят Внуки слаще Да? Так говорят, кажется Ну, говорят А С внуками Вот с внучкой Вам Понятней? Легче? Приятней? Чем с дочерью? Нет Возвращаясь назад Нет Совсем не в этом дело Я более Более разумна Более терпеливо Почему? Вы такой были? Нет Мы все с возрастом Становимся более опытными И более понимающими И более снисходительными И поэтому Это дело не в том, что они лучше Или мы Мы просто мудрее становимся И поэтому То, чтобы я И себя могла вернуть Все обратно Я бы, конечно Воспитывала ее так Как воспитываю сегодня Мишел Я бы много ей позволяла Внимание Всех людей Как вы воспитываете Мишел Скажите Сейчас все замерли То, что сказала моя дочь Я не запрещаю ей Ложиться позже Чем обычно положено Ну а завтра утром Она не захочет Встает Она встает Встает Замечательно Я разрешаю есть То, что она хочет До определенного, конечно Я не разрешаю кушать Целое мороженое Но я больше свободы даю ей А видите Она получилась Очень застенчивая Ну не так просто Прийти в студию И сразу Это первый раз в жизни Мишел Ты была на телевидении Когда-нибудь? Не слышу? Не была А скажи Какая твоя Самая любимая еда? Мороженое? Я не слышу Да Мороженое Какое мороженое? Хагенбасс? Нет Нет Беренджерри? Нет Какое мороженое? Я не знаю Я просто не так хорошо Разбираюсь с мороженым Не знаю Пожалуйста В следующую передачу Обязательно подготовьте ее Чтобы она знала Какое мороженое она любит Какая еда Какая ложится Обязательно Она должна все знать У нее будет сценарий Она будет читать Карвелл люблю Нет Кстати Ты просто должна Готовить дочь К экрану Конечно Ты же готовишься к актерам? Да А вот Собираясь сегодня в студию Как ты думаешь Ты как бы предполагала Как себя будет вести дочь в студии? Ну у нее вчера Просто был очень тяжелый день Поэтому я предполагала Что будет тяжелый день Это была встреча с папой? Да Это тяжелый день? Это для тебя тяжелый день? Нет Для нее Потому что Понимаете Она уходит из дома На три дня А когда всегда Ребенок уходит из дома А потом обратно возвращается Всегда тяжело Ну почему? Есть же разнообразие Есть, но ей тяжело Это тебе тяжело? И мне тяжело И ей тяжело А вам тяжело? Нет, я думаю Что все нормально Вы отдыхаете, когда она уходит Она у нее замечательный отец И все нормально Просто действительно Спит по-другому Ест по-другому Только в этом выражается А так нормальный отец Нормальная мама Слава богу Взаимоотношения в порядке Я не вижу проблем Чтобы ее Это вы как менеджер Все нормально Все на местах Начинаем съемку У нее не замечательный отец Но я надеюсь Что он ее любит Любит, любит Хорошо А мы смотрим Следующий эпизод Из фильма Который поставила София Рома Да? Правильно? Как называется фильм? Это Застрелите их в кукурузном поле Застрелите их Застрелите их В кукурузном поле Это по Какому-то произведению? Нет Это моя пьеса Оригинальная А здесь кусочек фильма Который был использован В пьесе То есть пока спектакль шел Это был Это спектакль Записанный спектакль? Да Это было кино Которое было показано Во время спектакля Тоже фильм То есть В течение Я пока не понял В течение спектакля Был спектакль И мы сняли кино Которое мы Показали В момент Когда живой спектакль шел А это была часть спектакля Это было в канву Спектакля было Да Десятиминутный фильм Понятно И это Спектакль Это был Тобой поставлен Да Нет Юра Йофен Такой режиссер Из театра Маяковского В Москве Я вижу у тебя С ними особое Да Хорошая Хорошо Посмотрим Давайте Этот эпизод Десятиминутный фильм Это погоны русские были Во время Кудайта Или пуча Который был в 91 году В августе Когда переворот был Американская девочка Влюбилась в него А это ее сон В тюрьме Дед сидел в тюрьме Дедушка Это немножко перекликается В твоей жизни Да Мой дедушка Сидел Ты же тоже влюбилась Дедушка Сидел в тюрьме Да Ты тоже влюбилась За русского солдата Да И вышла за него замуж в Москве Да Это все твоя Да То есть Ты стараешься Из своей жизни Чтобы разобраться в ней Вносишь это в свое отчество Да Помогает Помогает Серьезно Да Тогда Мне интересно Скажи пожалуйста Ты иммигрантка Или ты американка Ты чувствуешь Что ты все-таки иммигрантка Ой Я думаю Что Поэт Вообще Иммигрант По жизни И поэтому Такой ответ Может быть только что Действительно Я чувствую себя Постоянной иммигранткой Не в своей стране Не в своей теле То есть Не хоть в России Хоть в Америке Это Окей Это ты сказала Как бы Да Космополитично Все Но они себе приземлены Просто человеческие Ты приехала Вот в возрасте Который сейчас Мишель Как Как ты себя ощущаешь Ты знаешь язык Ты Ты чувствуешь себя Совершенно В этой среде Нормально То есть полностью Вжилась Я вжилась Но У меня все равно Определенное Вот Меня тянет в Россию Я хочу То есть Ты приезжаешь вот в Москву Ты вышла в Шереметьево Да Ты дома? Нет Я не дома Ты прилетела в Нью-Йорк Дома? Я дома Я дома А что тебе нравится В Москве? Вот это ощущение Что меня там нету Чего? Я в Нью-Йорке Знаете Что там происходит И все-таки Я там родилась И вот Как бы моя жизнь Сложилась Если бы я осталась там Что бы со мной было И как бы она сложилась Ты как бы Просчитывала это? Я думаю Что у меня было Больше друзей Потому что Когда я приезжаю туда Я общаюсь Больше Меня приглашают На чай На торт А здесь не часто Здесь встречают Говорят привет Как дела И И-мейл А чем ты это объясняешь? Как ты вот Считаешь? Ведь ты постоянно курсируешь Ты в Москве довольно много Проводишь времени Да Ты училась В институте Ты как бы Хорошо должна знать Современную жизнь И там И здесь И как ты считаешь? Почему Такая разница? Я не знаю Разница наверное Вот дух другой Вот здесь просто Вы знаете Здесь будут посылать Бесконечные имейл Да? Вот это общение А там просто Я думаю Они Нет интернета Да Есть интернет Но они пришлют тебе имейл А потом будем встречаться А потом общаться Вот я например Когда работаю в театре Маяковского Там есть рюмочная Где очень знаменитые писатели Мы всегда сидим там И общаемся То есть мы не будем писать Друг другу имейл Мы будем сидеть там Я не говорю Что мы будем выпивать День и ночь Но мы будем сидеть там И общаться Вот это праздник Тебе не хватает Этого мира? Не хватает Рената А вы иммигранты Или вы Врослись? Все-таки 20 Сколько лет здесь? 20? 28 28 Да 29 Как вы себя чувствуете? Я считаю себя американкой Я люблю Америку Я люблю Россию Вы были в Москве Когда последний раз? Я Да я каждый год в Москве Ну вот то, что сейчас Рассказала София Имейлы Или реальная жизнь Реальное общение Вы это ощущаете здесь? Ну она права София права Абсолютно Что там еще пока что Осталось общение между людьми Более тесное И более приветствуемое Не так как здесь Но вам это не хватает здесь? Нет У вас здесь больше друзей? Или там больше? У меня здесь больше друзей У вас больше здесь? Да Это друзья, которые Как бы Началась дружба еще в России? Или это друзья новые? Нет, есть которые из России Есть новые друзья Конечно Есть разные друзья Ну я не скажу друзья Ну очень близкие Приятели, знакомые Друзей не бывает так много А вы могли бы тогда объяснить Почему у дочери Такое ощущение Что там больше Было бы и есть друзей Чем здесь? Она наверное Неправильно выразилась Насчет друзей Больше Больше наверное Соратников по творчеству Там? Да, конечно Чем здесь Потому что Все-таки Театр здесь почти не развит Она очень любит театр Все друзья Ну друзья Как выразилась София Они из театрального мира И там конечно Это друг На другом уровне Театр там Разве Вы сами знаете Театр там Я понимаю Когда мама поправляет Ты болезненно воспринимаешь? Я уже к этому привыкла Это Очень много лет происходит Я ее уважаю У нее Слушайте Своё мнение И оно все разночает В каком возрасте Ты начала уважать маму С ее мнением? Пять лет тому назад Пять лет назад Это было какое-то событие Которое перевернуло тебя Почему-то вдруг Поизошло Ну вы знаете У меня дочка своя Появилась И уже год я знала Свою Мишел И что может быть И как дети могут Театр То есть для того Чтобы понять Свою маму Надо стать Самой мамой Я думаю, да Все так просто Да Друзья мои Наша передача Подходит к концу Я благодарен тебе За то, что Ты написала такую книгу Ты издала ее И что ты настолько Была искренняя В этой книге Спасибо Это прекрасная книга Это прекрасная книга И я очень признателен вам Всем троим Женщинам Такой большой Интересной семьи Живущей в мире Даже я не могу сказать В России Или в Америке Главное, что вы живете Мишел Спасибо тебе Скажи спасибо большое Что пригласили Ты проснулась? Все нормально? София, спасибо тебе Спасибо вам Спасибо вам Спасибо вам Спасибо за твое творчество И я надеюсь, что Ты еще очень много Интересного сделаешь Спасибо Ну а вам за то, что Вы умеете руководить Такой интересной семьей Пытаюсь Спасибо Спасибо вам Утро И уважаемые телезрители Я хочу поблагодарить вас За то, что этот час Вы провели Следующий контакт По понедельникам С моими прекрасными гостями Софией Рома Рената Лукач И Мишел И надеюсь, что Мы еще с вами Не однажды Будем открывать И новых людей Новые встречи И начинать Новую неделю Чтобы всегда И закончить удачно Всего вам хорошего С вами был Барис Тенцер Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Продолжение следует... Продолжение следует...